Наконец-то вы добрались до последнего этапа рейда и сражения со свидетелем. Этот этап попроще, чем предыдущий в понимании, но все равно будет требовать от вас полной концентрации на процессе, так что будьте внимательны. Для урона по боссу мы использовали снайперские винтовки, особенно хороши тут охотники с винтовкой Вечная Охота и шлемом Звездный Полуночник. С таким набором они в соло могут нанести до 8 миллионов единиц урона по боссу. Лучевка Микрокосм тоже хороша, в целом любое оружие на точный урон, типа линеек, пулеметов или может быть даже ракет может подойти. В общем-то под урон можно взять снайперки, а на чистку пулеметы, которые хорошо, если что и с уроном могут выручить. Я например как раз чистил мобов с винтовки разведчика или револьвера, тех что пожирнее разбирал пулеметом, а дамажил босса в первую очередь именно Вечной Охотой и Ультой. В целом рассчитывайте так, чтобы за одну фазу урона снести примерно треть запаса здоровья босса, тогда будет все окей. Еще, как на любом этапе, оказавшись тут впервые, изучите локацию. По обеим сторонам арены находятся две большие платформы, на дальних концах которых будут спауниться мобы, а в центре круглое плавающее поменьше, с нее вы будете наносить урон. Если же вы в какой-то момент поймете, что сил и времени ваших уже на рейд не хватает, вы можете обратиться к сервису Двинг. Они уже много лет помогают стражам сэкономить время и нервы на фарме и прохождении сложных активностей. Благодаря обновленным опциям сервиса, вам больше нет необходимости передавать свои данные. Сотрудники Двинг помогут завершить сложный квест, выполнить триумф, пройти рейд или получить заветный экзот вместе с тобой в качестве сопровождения. Любой контент нового дополнения финальной формы может быть пройден вместе с вами. Цены там стали ниже и доступнее, а по предоставленному промокоду TripleVibe вы получите специальную скидку в 15% на все услуги. И еще, в связи с большим количеством заказов, сервис открыл недавно набор новых сильных игроков, готовых помогать другим с активностями в Destiny 2. Так что если вы опытный игрок и хотите присоединиться к команде Двинг, напишите им. Ссылку на сайт и контакты оставлю в описании. Первое, что нужно сделать, это разделиться на две команды для зачистки и для механик. В зависимости от того, насколько хорошо вы будете справляться со всеми мобами, вам может понадобиться 3 или 4 человека для этого. Существуют разные тактики по делению на группы, так что тут решает каждая команда, как ей комфортнее. Чистящие мобов игроки расходятся на обе стороны. Их задача на этот момент держать ситуацию с врагами под контролем, огрить их на себя, максимально быстро убивать и делать так, чтобы они не мешали игрокам, которые будут заниматься механикой. Немного повторюсь, я использовал для зачистки, например, винтовку разведчика с перком стреляй-подбирай, чтобы не нужно было бегать по арене и собирать патроны. А также пулемет типа ретро-эскопады. Важно, чтобы вы старались пореже бегать к дальним частям платформы, потому что иначе свидетель будет кастовать на вас там удары. А эти удары важны для игроков, которые занимаются механикой. Давайте в общем о механике сейчас и поговорим. Пока одни игроки занимаются отстрелом мобов, другим предстоит выполнить главную задачу – уничтожить все руки свидетеля. Руки, в отличие от прошлых этапов, будут играть тут более важную роль, поскольку помимо нанесения урона, они еще и накладывают дебаф и резонанса. Всего тут три вида рук. Первый – руки, которые торчат из пола, второй – руки, свисающие с потолка, и третий – руки, которые появляются как бы сбоку. Каждая из рук кастует свой тип атаки по площади. Но в этот раз атаки не только несут угрозу, но и наоборот важны для исполнения механики. Дело в том, что если игрок на пару секунд зайдет в область атаки, на нем появится один из типов резонанса. Рука, торчащая сверху, кастует треугольный резонанс, рука, тянущаяся снизу, кастует круглый резонанс, а рука сбоку создает квадратный резонанс. Как вы видите, каждой фигуре еще и соответствует определенный цвет, но об этом попозже. Получение бафа интуитивно понятно. Если вы стоите в круглой области, куда направляется атака руки, вы получите сферический резонанс. Если вы встанете в треугольную, то пирамиды, и если, наконец, в прямоугольную, то это будет дебаф-квадрат. Убедитесь, что вы не слишком долго зависаете в этих зонах атаки, потому что, ну, знаете, это все еще зоны атаки, и они могут вас убить. Просто войдите в нее, дождитесь бафа, а затем уходите, пока основная атака еще не пришла и не ударила по вам. Зайдя в зону атаки, вы можете стрельнуть по браслету, кастующий эту атаку руки, а еще можете просто получить один из дебафов резонанса. Выстрелив в браслет, вы узнаете уязвимость руки, то есть цвет и форму, которые будут использоваться для уничтожения этой руки в дальнейшем. Например, если вы стреляете в руку, и выясняется, что вам нужен зеленый пирамидальный резонанс, вы можете пойти, взять его в нужном месте атаки, а затем вернуться к своей руке, чтобы выстрелить в нее еще раз, чтобы уничтожить. Как я только что сказал, когда вы стреляете в браслет, он покажет как цвет, так и соответствующую форму. Но форму иногда бывает трудно разглядеть, так что цвет нам более полезен. Вот где нам приходится помнить о цветах, о которых я говорил, когда рассказывал о типах атак. А еще будьте внимательны, когда вы возьмете резонанс, необходимый для уничтожения вашей руки, и зайдете в зону ее атаки, вы можете потерять свой резонанс случайно, если будете стоять в этой зоне слишком долго. Просто ее резонанс перекроет ваш, нужный, который вы принесли для ее уничтожения. Так что советую не тянуть, взять резонанс, вернуться к руке и зайдя в ее область каста, сразу стрелять, например, из снайперской винтовки. Уничтожив руку, вы получите специальный баф разрушителя знаков. С его помощью вы можете отстрелить круглые печати на груди свидетеля, их чаще называют пуговицами. Отстрелить их можно с любого места на карте, но лучше делать это спустившись на круглый центр арены. Потому что в момент, когда игрок отстреливает пуговицу с этого места, он счищает весь резонанс с себя и со всех игроков, которые будут стоять с ним на этой круглой площадке. Так что я бы советовал перед тем, как стрелять в пуговицу, спросить свою команду, нужно ли кому-то еще снять резонанс, чтобы они спрыгнули с вами на эту платформу и очистились. Уничтожив пуговицу, вы заспауните посланец, сильных мороков слева и справа. Ими должны заниматься игроки, отвечающие за очистку. Мы с командой обычно особенно фокусим посланницу слева, которая атакует нитью, потому что она мешает на фазе решения головоломок. Стазисный правый моб таких проблем особо не доставляет и зачастую мы его убиваем в последнюю очередь. Вообще, вам следует попытаться отстреливать по две пуговицы каждый раз, когда вы идете на центр. Это оптимально, потому что это порождает только одну посланницу, предполагая, что первая еще жива. Уничтожив все пуговицы на теле свидетеля, вы можете приступать к фазе урона. Но прежде чем рассказать о ней, расскажу о еще двух важных вайб-механиках этапа. Во-первых, проверка на внимательность. О ней сообщает надпись «Свидетель проверяет вас». Происходит она во время отстрела рук. Проверка заключается в следующем. Вам нужно запоминать символ, который вы разрушили перед появлением сообщения о проверке. Хорошей подсказкой станет еще то, что рука, отстрелянная перед проверкой, при уничтожении будет гореть золотым ярким светом, что не совсем обычно. Итак, вам нужно обратить внимание на то, какая именно рука стала золотой при исчезновении, что она кастует. Например, если это рука из стены, которая кастует квадрат, значит вам нужно запомнить и громко сообщить команде этот символ. После чего перед свидетелем появится набор маячков. Вам нужно отстрелить лишние маяки так, чтобы оставшиеся выстраивались в эту самую фигуру. В данном примере квадрат. Вот изображение того, как эти фигуры ложатся на паттерн маячков. Следующая вайп механика происходит сразу после этого. Свидетель зажмурится, потом его глаза загорятся, он откатится и кастанет атаку по всей арене. Чтобы избежать ее, вам нужно подпрыгнуть в нужный момент. Это на самом деле довольно просто, потому что перед атакой можно услышать характерный, не совсем уместный анимешный звук. Непременно стоит еще на всякий случай предупреждать об этом свою команду и убедиться, что все вас услышали и подпрыгивают в нужный момент. На фоне всего хаоса, который творится во время боя с боссом, игроки могут легко отвлечься и не обратить внимание на звук и атаку свидетеля. Теперь возвращаемся наконец к фазе урона. Пожалуй, это самое сложное на этом этапе. Дело в том, что фаза урона проходит с круглой платформы в центре, там тесно, так что вам нужно умудриться еще и не мешать напарникам, и это главная причина, по которой я все же настоятельно советовал не использовать ракетницы на этом этапе. Что более важно, во время фазы урона вам нужно очень активно двигаться, потому что свидетель будет кастовать атаки по платформе, на которой вы находитесь. Всего у него две диагональные атаки и одна лобовая. Вам нужно не только вносить урон по боссу, но и внимательно следить за тем, куда целится своей атакой свидетель. От диагональных боковых ударов нужно просто отходить из стороны в сторону, а вот лобовая атака, это все та же атака, которую свидетель кастует, когда вынуждает вас прыгать. Тут также будет сигнальный звук, гореть глаза, после которых вам следует прыгнуть. Атаки эти всегда случайны и идут в непредсказуемом порядке, именно это обеспечивает большее количество вайпов на этом этапе. Но никогда не бывает так, чтобы одна атака повторялась, учтите. Так что если была вспышка справа, то следующая точно уже туда не ударит. В зависимости от вашей собранности и внимательности, может быть полезно выделить одного игрока на роль дирижера, который сосредоточится на том, чтобы называть позиции, куда всей команде нужно уходить, чтобы не попасть под атаку свидетеля. Конечно, такой игрок вряд ли сможет тогда нанести топ урон, но он может взять, например, божественность и, встав позади, обеспечить спокойное нанесение урона всей остальной команде. Повторюсь, что один из лучших уронов тут наносит охотник с винтовкой вечная охота, ультой золотой пушкой и шлемом звездный полуночник. Но в конце концов, после нанесения урона свидетелю, вы увидите, что он начнет делать отступательные движения. Это означает, что фаза урона заканчивается. Пора отходить, потому что свидетель сбросит вас с платформы, если вы останетесь там на слишком долго, ударив рукой. После фазы урона повторяйте процесс до тех пор, пока не добьете этого лысого до фазы final stand. Это безумно суматошная часть нанесения урона, потому что свидетель продолжит интенсивно вас атаковать и даст вам всего несколько секунд, чтобы добить его. Он выпустит еще около двух лучей, а затем либо станет неуязвимым, что будет означать, что вам нужно перезапускать этап, либо погибнет. Если вы успели нанести ему достаточное количество урона, что ж, поздравляю, вы только что прошли самый сложный рейд в истории Destiny. И я рад, если мои гайды были в этом полезны. На создание видосов по рейду у меня ушло огромное количество времени и сил, так что если вам понравилось, если было полезно, обязательно прожмите лайкос и подпишитесь. Спасибо за просмотр, удачи на рейдах и до связи. Самый лучший из лучших сэр. Отличник.